Продолжение следует... Потому что эта технология только выходит на старт, она уже продвигается. Выгоды высокие, не будем сейчас говорить, что это за выгоды, но высокие риски считаются. Пока технология не перешла в стадию строительства, высокие риски. Потом будут другие риски отдельных проектов. Мы имеем в виду инвестиции. И эти инвестиции инвестиции в стадии высокие риски. Потому что в экопарке, техно-экно-парке, это не будет. Продолжение следует... Но это будет закончить очень, очень скоро. Что мы делаем, мы делаем, опять же, с инвестициями. Это частью инновационного старт-оп-проектов. И таким образом, важно здесь понять то, что риски высокие, но они временные. В большинстве, в своем 90% риска, можно считать, что временные. Временные. Или, скажем так, они зависят от времени. Время. Что такое время? Что такое риск по времени? Это риск, что какое-то, какая-то сертификация, какое-то заключение, какой-то выход, какое-то оформление будет месяцем раньше, двумя-тремя месяцами позже. Но он все равно будет, понимаете? То есть, технология состоятельная, и это, вне сомнения, это все мероприятия. Наличная масса, которые countешные. Таким образом, что важно еще сегодня знать? Многие задают вопросы, и это видно сейчас из наших личных кабинетов, что Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг, теперь появилось какой-то Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг 2. Поясню, что Global Transport Investment имеет простые акции и привилегированные. Привилегированных акций две порции по 15%, все 30% и 60% это все весь акционерный капитал. Теперь, был создан Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг, но поскольку половина его акций, минус одна акция, были уже исчерпаны для залога, то была организована абсолютно такая же зеркальная или, скажем, даже более чем зеркальная компания Евразин Рейлс Кавей Систем Холдинг 2, куда тоже были вложены вторая порция, 15% привилегированных акций, те же самые 60 миллиардов, и теперь идет процесс реализации или использования акций, 30 миллиардов акций минус одна акция, в этой компании. Продолжение следует... Я еще раз повторю тогда. Это не так просто перевести, наверное, прошу прощения, Людмила. Смотрите, просто использованы были залоговые акции 30 миллиардов минус одна, то есть на одну акцию меньше половины. Была создана точно такая вторая компания, точно такие же привилегированные акции в ее основании, и начато использование следующих 30 миллиардов акций минус одна акция. Это нужно для того, чтобы сохранять в этих компаниях перед выходом на IPO преимущественно... Сmelка с Фер schema до Кавей Систем Холдинг 1, То, что лишь за año уже 56 миллиардов RM Two, Чären stake и переблевания среди. И это первый раз заппонślатель компании на няк��릴게요. И если после той O Dum Estем Холдинг 1, то публик relied и в принципе это несколько представителей Disney noticed по егоículesus. И теперь напоследок, заканчивая, я хочу сказать, что мы обычно говорим, это надо все учесть. И как раз Ирина Волкова вначале предупредила нас, что это венчурно. Мы занимаемся венчурным инвестиционным проектом. Проект стартапа, о котором было уже сказано, это инвестиционное народное кредитование. Кто-то спрашивает, это краудинвестинг или это краудфаундинг. Дорогие друзья, у нас нет четкого, это система элементов краудинвестинга и краудфаундинга. Но такая ситуация. При этом система позволяет использовать гарантии возмещения кредита, это акция, о которой я говорил. Залог акции ограниченного доступа. Их нет на открытом рынке. Рынка как такового вообще нет. Опять-таки не требуется никакой лицензии. И высокая выгода, но и высокие риски. Об этом, обо всем мы честно, открыто говорим. Поэтому здесь, дорогие друзья, очень важно. Очень долго включается система звука. Теперь что делаем в этом случае, дорогие друзья? Мы в этом случае делаем следующие вещи. говорим только то, что выяснили. Называем все своими именами. Не придумываем, не выдумываем ничего. Даже как бы нам не хотелось кого-то привлечь или приукрасить что-то. Излагаем официальную позицию. Вот то, что мы сейчас говорим, это, дорогие друзья, практически официальная позиция. Готовимся сами профессионально. Это значит, что мы все знакомы с документами, которые у нас в личном кабинете. И может быть даже больше, чем те документы. Обращаемся за разъяснениями. Для чего? Вот мы и начали такую серию как бы разъяснений. Я это делаю обычно на своем вебинаре, но в данной ситуации это один из элементов разъяснений. Людмила. Что мы говорим нашим партнерам и инвесторам? Первое, мы просто говорим им право. Мы просто говорим, что правда. Мы называем все их именами. Мы говорим нашим партнерам и инвесторам в их официальной позиции. И так, что я вам говорю, это официальная позиция. Мы готовим каждый партнер и инвесторам профессионально. Это значит, что мы знаем все документы, которые в вашей офисе. И может быть даже больше, чем это. И если мы не понимаем что-то, мы будем искать о том, что мы говорим. Это что я делаю сейчас. И напоследок, дорогие друзья. Что за этим стоит? Это тоже надо всегда четко представлять. Технологии, которые выводим в массовое использование. Вот через ту систему, через то три единства, о котором я говорил. Экотехнопарк, технология, залоговые акции. Бизнес-план выполняется. Проект развивается. Экотехнопарк в 2017 году будет в эксплуатации. Слабая правовая регуляция и статус народного финансирования. Да, слабая пока. Потому что нет четкого понимания, что нет какой-то одной. Или это инвестинг, или это фаундинг. Есть элементы, которые используются. Сейчас этот опыт, уже начинают как бы к нему присматриваться финансовые инспекции. Отрицательный опыт имеется многих мировых проектов быстрого обогащения. Но у нас мы имеем дело со стабильным, лояльным, мощным, экологичным проектом. Поэтому, но, к сожалению, сравнивают иногда с рисковыми проектами, которые прогорели. Время покажет, дорогие друзья. Но и наш положительный опыт строительства экотехнопарка. Это очень мощный ресурс. Об этом надо все время говорить и показывать. Проектирование и народное финансирование. То есть, у нас есть уже наработан за несколько лет мощный опыт. Это все то, что за этим стоит. Людмила. Во-первых, это технология, которые мы просто помогли, чтобы представить в мире. Второе, это наш бизнес план. И наш бизнес план, как вы помните, у вас 15 стажей. И, соответственно, эти стажей, проекты будут развиваться. И экотехнопарк, который будет построен. В первые. В 2017. В 2017. So, it's going to be completed. So, what about the juridical stage of crowd investment and crowd funding? Yes, they are practically so-called a weak, well, a juridical thing. But only because it has never been introduced to the world before. That is why the countries who are planning to build eco-technoparks on their own territories are already trying to learn from our experience because it is quite a successful one. And still, lots and lots of partners and investors are hesitating before investing because they know about the negative experience of many world projects, who promised a lot and finally just did not give anything. So, but what are the proofs of our project? So, the proofs of our project is the real construction of the eco-technopark, our demonstration site. The positive thing is, of course, we have the engineers who are working in the design office, a team of engineers who are real people and doing real things. And so, we are introducing the technology to the world. We are already in connections or just we are planning to build a lot of targeted projects. These are not something mystical or the projects that are only on paper. They are already being constructed with the help of you. Thank you. Итак, дорогие друзья, тут я увидел... Дорогие друзья, тут я увидел вопрос был, значит, дать формулировку о наследстве или завещании. Один момент. Я хотела бы сделать акцент. Пока сейчас Владимир будет смотреть вопросы, они также важны. Коллеги, вот сейчас самый важный акцент, почему эта тема сегодня звучит архиважно. Буквально в этом месяце я хотела бы, чтобы вы даже, может быть, скринили все эти пункты, которые вы видите прямо сейчас перед глазами. Потому что именно в этом месяце во многих чатах, а у нас их более 300, я увидела очень много информации такого характера, как, например, государственные деятели, а непосредственно русский президент Путин держит сертификат нашей компании Skyway и как будто бы якобы является нашим акционером. И это для людей является гарантией. Следующий момент. Очень много приглашений на Экофест, как на уже сертифицированный продукт и на выход на IPO и так далее, и так далее. Коллеги, вы понимаете, вы должны также следить за этой информацией в своих собственных чатах, не только когда мы, кто-то иногда это увидит и отслеживает. На сегодняшний момент это очень важно, очень и очень. И я хотела бы, чтобы Людмила еще раз это перевела, и я очень прошу вас просто вот те пункты, которые сейчас проговорил Владимир Маслов, просто сфотографировать. Я сейчас делаю запись, и поэтому будьте очень профессионально в этом отношении, как сказать, излагайте правильную информацию. Вот на этом сегодня самый главный оцент. Людмила, прямо, пожалуйста, переведите это. И сейчас, я думаю, Владимир прочитал уже вопросы, тогда мы быстро отвечаем, чтобы мы в кучу не валили. Очень большая просьба к вам отслеживать во всех чатах ту информацию, которую вы видите сейчас. Для тех, кто знает Россию, please make a screen of all the information you just have on the screen in front of your eyes. But why we are focusing on juridical questions now, because I have seen a lot of charts. We have more than 300 charts already, and there is a lot of false information in them. For example, you could see a video as if Putin is our shareholder, he is holding our certificate with our shares. That's false. So there are lots of other things that are false. For example, that the technology has been already certified, that's not true. So, wow, there are so lots of things that are not true. So don't deceive, don't fool your investments and your partners. Please tell them exactly what is happening. Tell them the truth. Итак. Итак, смотрите, дорогие друзья, что получается. Я абсолютно согласен и поддерживаю, потому что период начинается очень непростой. И как бы вот в этой ажиотаж подхода к уже сдаче в эксплуатацию городских видов транспорта и все прочего, есть, и это не исключено. Много людей, которые хотят на этом, значит, просто вот заработать, отскочить в сторону и сидеть. Но мы-то с вами делаем бизнес, который на десятки лет вперед, дорогие друзья, поэтому надо очень быть внимательными, щепетильно относиться к этой информации, которую мы передаем. И так, значит, ответы на вопросы. Здесь пару вопросов есть. Значит, Владимир, для... Так, 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 так. Вы можете дать формулировку о наследстве или завещании. Вы понимаете, что вопрос наследства и завещания – это вопрос материальный. Каждый нотариус знает, что такое завещание или что такое наследование. Можно делать договор наследования при жизни наследователя, а если таковое не состоялось, то по скончании его земного пути его родственники получат, самый близкий, там, чуть дальше родственники, получат право на использование наследства в дальнейшем. Об этом надо сейчас думать. И это отдельный вопрос, не тема нашего сегодняшнего, как бы, всей нашей сегодняшней беседы. Поэтому обращайтесь, смотрите. Пока документы, которые мы имеем, они не являются предметом наследования, прямого наследования, но номера тех акций, повторю, акций, а не долей, являются предметом наследования. Номер акции такая-то, по номеру акции такая-то. То, что у них там номинальная стоимость, это сейчас не имеет никакого значения при наследовании или при завещании, когда таковое делается. Номер акции по номеру акций. В противном случае мы имеем дело с очень... контролевание, как формирует и проявляет по источникам. ần� из-за обращения на собственных сетях. Обращайтесь к вопросу. Вопрос. Подявляется на волос и как формат, и как формат. That's for our shares. So you cannot tell them how much exactly they cost at the moment. So it's not the subject of the will. So you can only tell the notary lady or the notary person who is dealing with your will if you're going to form it now. So the number of the share in the register. That's the only thing that we have. They do not cost anything at the moment. They are not at the market at the moment. So, just only the numbers, not the number of the certificate, not the amount that is already there, but the registered number in the registry. That's it. Есть тут еще вопросы. Смотрите, значит, есть ли опыт оформления... Значит, я про Россию не знаю точно, но я знаю, что есть в Эстонии, в Латвии несколько оформлений наследства. Это оформляется нотариально, рекомендуется. Я настоятельно рекомендую еще раз не говорить о количестве акций, о их номинальной стоимости, а просто номер акции такая-то, по номеру акции такая-то. Нотариус оформляют, и это достаточно, ну, недорогая нотариальная сделка. Она просто элементарная сделка. Есть такой опыт. Не сказать, что их номер акции такой-то, по номеру акции. Я не могу на то, по сравнению от других стран, но я знаю, что в Литвии, Литвуя и Эстонии. Но ты можешь на то, по сути, по словам, о том, что у нас есть номер акции, и, по сути, по подписке, или военной акции. И о гарантиях еще раз. Тут вопрос есть. Можно ли повторить гарантии возмещения кредитования? Вы знаете, дорогие друзья, вопрос такой, что если вы внимательно посмотрите, что у нас в кабинете есть, то гарантия, есть реальная гарантия. Это когда вы не взяли в свою собственность залог акции под кредитование, под инвестицию. Если вы не взяли. Когда вы взяли, вы взяли гарантию и все, это есть гарантия. Вы взяли акции, это есть гарантия. Но до того момента, пока вы их не взяли в свою собственность, они являются гарантией. Это одна. ...type of guarantees, so it's the shares that you have already purchased, they are already a guarantee, and you can see it in the documents in your office. This is one type of guarantee. Там случилось. Алло. Так, что-то сбоит у нас система. Еще раз повторяю, что акции являются гарантией до того момента, пока вы их не взяли в свою собственность. Далее вы становитесь уже соучастниками самого процесса, совладельцами. И те, кто не взяли эту гарантию, для них являются акции гарантии. Людмила. Вставлять надо правильно все акции, дорогие друзья, и следить за этим по номерам акций. Теперь вторая гарантия. Вот смотрите, очень хорошо высветился про еще какая гарантия. То, что осуществляется строительство по технологии Skyway, это тоже уже является гарантией. Даже некоторые страны сейчас начинают понимать, что когда спрашивают, вот правительство страны, допустим, я не знаю, там, Зинзибара, хочет инвестировать в проект в своей стране. Какая у него гарантия? Первое, то, что у него будет трасса, то есть материальный объект, сама трасса. И второе, то, что будет расти национальный продукт этой страны. Это инвестиция в эту страну. Это вторая гарантия. Других гарантий у нас нет. Людмила. Да, вторая гарантия. И третья гарантия. Это конструкция. Так же конструкция в accordingности с нашим технология, нашим технология. Другой гарантии, что они пострекают, не без того, что с техническим гарантией. Так что свои права будут расти. Реально. Это, например, гарантии для отдельного государства или страны. Например, Зимбабве, например, из Африки. Если вы спросите, что гарантии вы даете? Первое, это трек, который будет работать в вашем стране. И, например, национальный продукт, национальный экономический, и преимущественно, что ваша экономия будет иметь. Это также гарантия. Это реальная и национальная гарантия. Это наши проекты, которые будут строить в нашей стране. Это гарантия. Нету больше вопросов. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Если есть вопросы, пишите. В письменном виде будем отвечать, пояснять. Это лучше, чем сидеть, затихарившись, и говорить не то, или вообще ничего не говорить. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Удачи, хорошего мая, солнца, весны. Благополучия всем вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...